Театр Вернуться, что-то изменить Остановить на миг мгновение Потом увянуть, как цветок И возродиться вдохновением Играем, разрешает Бог Прав боярские, артисты, божьи любимцы Творчество любого актеру стремлено к небесам и звездам И так же сильно от них зависят Кто лучше расскажет об актере, как не астролог Читающий судьбу по Солнцу и звездам По космическим знакам мы решили составить портрет Ростислава Плятта Что нового расскажут нам звезды о матрице его судьбы? Итак, перезагрузка Тут луна во льве, смотрите, вот Близи верхней кульминации Тут в десятом Да, как раз это для профессии актера очень хорошо Солнце во втором Причем это утверждение Достаточно большая, так сказать, карьера на этом Получение премий всех Вы знаете, там похоже, что Он мог, правда, реализовать себя по третьему дому Еще и как писатель, как поэт Был, понимаете, мятежник по натуре своей Видимо, он это очень скрывал Бунтарь по натуре И, видимо, ему пришлось очень много себя сдерживать По Скорпиону И Марс вблизи Восхода Марса у него Тоже в Скорпионе Он был очень страстный человек Нужен быть очень такой И очень такой вспыльчивый Видимо, это работа над собой Потому что этого не было видно А у него была, наверное, все-таки такая пассионарность Сильный мороженый уран должен давать склонность К розыгрышам обязательно К эксцентричности К поведению такому вызывающему Такому даже эпатирующему Я помню, был такой случай, когда при мне К нему пришли Чтобы подписать какое-то письмо По поводу Солженицына Пришел какой-то человек Назвал целый ряд уважаемых людей Которые уже подписали Вот это какой-то протест Или что-то там в этом роде И вдруг он сказал Ну что же, в принципе, пожалуйста Он говорит, да, Руслан Савченко Он говорит, нет, понимаете, я эту книжку не читал Поэтому давайте мы так договоримся Вы мне ее принесите Я ее почитаю Тогда мы с вами вернемся к этому вопросу Эти люди скромные, неречистые Мы не все не встаем их вина Но не даром лучшие чеки и сты Будь выделосят артенант Склонность к эпатажу Таким эксцентрическим Вызывающим, шокирующим поступком Это тоже свидетельство Вот этой вот пассионарности Которая в нем была В принципе, он по натуре бунтарь Которая в нем была Мы были на гастролях в Армении, в Ереване И уезжали оттуда и на аэродром всем театрам И на аэродроме почему-то То ли они кого-то ждали Была тьма милиционеров И они выстроились А мы шли на посадку Он шел впереди С палкой своей И все время по проходам И все meilleажи Уже, уже, уже И они стояли везде И вдруг я Значит, я сделал так и плят подхватил и вот он шел впереди и все трупы милиционеры умирали от хохот и вот до посадки до самолета ко всему шел плят как старый козел и так далее вся вся труба шла вот такая замечательная замечательная картина 10 копеек за что не вижу за два пирожка так вы сначала возьмите пирожки а потом платить я уже взял а где же они я их съел ну как ну самым обыкновенным образом положил в рот я товарищи но мне не до шуток у меня очередь следующий когда я пришел в театр моссовета и я как-то шел здесь вот нижнее фойе днем такое неурочное время никого не был и вдруг навстречу идет рысов янович ну что же я очень рад что вы будете у нас в театре играет какие-то замечательные для меня дорогие слова он ведь ну что же я желаю вам всего-всего потом так на меня смотрит лукаво потом я узнал что это называется пляцкие дела и вот я вижу что у него так поменялся глаз как я понимаю стал такой пляцкий глаз и вот на этом глазу он абсолютно на покойном лице говорит ну так что добрый путь пауза и он говорит ведь ухо это было супер как вы понимаете неожиданно я собрал всю волю чтобы не выдать на лице так сказать о недумении и я тогда решаюсь в ответ сказать еще раз большое спасибо дядя паша с той поры вот все годы я был витюха софьянович был дядя паши у него чувствовалась эта культура такая и чувствовалось это вот аристократизм такой и я здесь конечно с меркурием соединение у него ну конечно же не иначе как под влиянием меркурия ростислав плят устремился в открытый космос как-то раз в космическом корабле союз 17 раздался голос плят там как самочувствие не закружила спросил он у экипажа совершившего вокруг земли больше трехсот витков да не шутится вдали от земли пожаловаться любимому актеру летчик космонавт георгий гречко мне пришла в голову идея что необходимо построить систему не только поддержание физического здоровья человека для сохранения их эффективной рабоспособности хорошего самочувствия в этих необычных и в общем враждебных для человек условиях конечно необходимо заботиться о том чтобы они получали бы определенную долю дополнительной полезной для себя информации который позволяет сохранять им надлежащий жизненный рабочий тонус были рассказы актеров о спектаклях декламации были самые различные форм формы никому никто ничего не так как начался разговор а потом в ходе этого разговора и это было страшно интересно это было творчество творчество утесов вы извините я приватный делаю обзор ваше детство творчество утесов всегда любом опусе отличает гражданственность злободневность настоящий пафос утесов всегда идет много сегодняшним ну а вот издержки производства и вот пожалуйста вот настоящий тот утес который мне хочется вам показать слушайте купите бублички горячие бублички гоните рублички сюда скорее и в ночь ненасную меня несчастную торговку частную ты пожалей тоже случайно на связь с космонавтами имел право выходить только специально подготовленные годами тренированный офицер связи и никогда никто и вдруг после хорошей работы под выходной нам говорят а сейчас вот с вами выйдет на связь ростислав плят но поскольку такой никогда не было я горюк нас хотят обманывать сейчас пленку прокрутят сплятом а нам скажут что это он в живую я вот говорю знать что сделаю я дождусь хоть маленький интервал его речи и задам вопрос и у них у всех глаза на лоб полез потому что я пойму что ответ да нет что это будет афон плят вышел на связь разговаривает с нами чудесный человек узнаваемый голос масса ассоциации с его предыдущими фильмами и я ловлю момент и задаю вопрос он отвечает у меня глаза лезут потому что такого никогда не было опять у тебя собрание слушайте а и жил было на подоле гоп сосны славился своим басистым криком голодка была при здорово и мы чалан как корова вот такой был парень гоп сосны ростислав я это просто диверсия я хорошо себя чувствую записи 30 лет недавно я коллекционировал вот тот который махался а почему вы коллекционируете только это говорит о вашем вкусе больше ни о чем для меня даже может быть неважно было что он тогда говорил может тогда важно сейчас я даже не помню как вот это вот неверие мое что живой не офицер не связи выходит напрямую значит к нам это настолько ошеломило меня что вот сам звук его голоса диалог который он что-то рассказывал поэтому я не помню но это было замечательное изобретение может быть даже это изобрел вот как раз алия георгиевич газенко и потом это сразу пошло на все последующие длительные полет что вы прожили в берлине 52 года хотя бы бывали и в лондоне и в париже и праге и берлине вы еще забыли два города антверк и на водопешке меня уже спрашивали об этом на допросах все помнят пастора шлага это фантастическая роль можно помним подкидыша муля не нервируй меня до сих пор в памяти я помещусь понимаешь я уже много раз помещался а ноги куда и ноги туда попался на нервове об этом в преграде и быть на море подкидыша и подкидыша и критерия младенца я уже не все там бессмыска они взяли нам только потом и слав дошли к летнюю будет А не туда, ну, все-таки. Ну, носки носки носки. Ну, вот тут вот. Ну, раз здесь. Тут влажно. Снимаясь в подкидыши, я ведь была очень маленькой девочкой. Мне было всего четыре с половиной года. Но я и не подозревала, что снимаюсь с такими замечательными, великими артистами, как Пляд, Раневская, Рина Зеленая, Репнин, Ольга Жизневая. Ну, особенно я выделяла Ростислава Яновича. Мы с ним сразу подружились. Ты что, их будешь стирать, да? Да. Да надо домыть. То есть, нет. Ты уже их постирал? Да-да. Намыль мои ручки. Да. Ну, вот ручки протяни сюда. Только ты умеешь. Да я не умею. Можно найти детей мой? А, да, у меня детей-то нет. Нет у меня детей. Ну, где же они? Ну, вообще нет. А как же нет? Где же они? Разум, он должен был понимать, что это материализм, это обречённое. Это, в общем, совершенно беспрерспективное учение, глупое. Вот ещё что. Вы знаете, у него должна быть, у самого Плята, абсолютная неприязнь глупости, тупизма во всех формах. Вот это он не приемлемо, это вот абсолютная, просто буквально идиосинкразия. Вот это надо было в нём рождать жуткий протест и желание вот какое-то сделать подляночку любому такому человеку. Поймите, совершенно неважно, будет ли у вас любовник в действительности. Важно, чтобы в высшем обществе считали, что он у вас есть. Таким образом, мадам, ради хорошего тона, вам просто необходимо себя скомпрометировать. Voilà, c'est le principe en le mentale. Для хорошего, сома, есть компрометация. Это очень редко. De une manière bien simple. Вы должны немедленно начать хлопотать о моём повышении послуживания. И все сразу начнут шептать, что я нашлю твою. На всех нас, как жаловался Остап Бендер, давит атмосферный столб с 214 кило. Любой актёр отдал бы всё, чтобы избавиться от силы притяжения. Лёгкость, независящая от веса. Вот мечта любого таланта. Вот простор для перевоплощения. Побывал в невесомости и Ростислав Плят. Но оказавшись в ней, вдруг испугался. Должны же быть какие-то константы в мироздании. Однажды мы в Мисхоре отдыхали вместе в одно время. И Оля Волкова, ныне тоже народная артистка России, она, значит, затеяла такую игру. Ну, есть такой эксперимент. Там надо человека посадить на стул или на табуретку. А над ним, вот, определённым образом выстроить руки, это должны делать как минимум 3 или 4 человека. И тогда нарушается, как ни странно, земное притяжение. И человека можно поднять, вот, вот пальцы, вот, указательные пальцы. Вот Мирослав Яновичу один, я там под колено, другой, под мышки, третий. Вот со всех сторон. Вот взяли его и подняли. Вот на пальцах, понимаете, он давно грузный был, крупный человек. Вес ощущался, ну, как вот, как книжка. Как книжка какая-нибудь там, в 500 страниц. Он был потрясён. Он сутки не выходил из номера. Потому что, очевидно, поколебалось его понимание мироздания. Он человек очень скрытный при этом должен быть. У него сильный 12-й дом. У него были тайны какие-то внутри, которые у него с могилой. Я думаю, что эти тайны были связаны с его всё-таки личной жизнью. Понимаете, я кино люблю и количественно у меня всё в порядке. Я снялся примерно в 25 фильмах, в ролях разного размера. А вот качественно, насколько удачно складывается моя жизнь в театре, где я играю то, что мне хочется, и живу как-то, так сказать, в достатке. В кино у меня ощущение, у меня до сих пор не пришло ещё той роли, которую я бы назвал кусочком своей жизни. Понимаете? Вот. Я вот вам говорил о Данкевиче, скажем, который я люблю, выйду на грозу. Но это небольшая роль, очень важная для фильма, но небольшая. А ведь почему мы любим главную роль? Не за слово «главное» и не за длину. А потому что главная, значит, роль наиболее ёмко выражающая данный персонаж. Вот сюда хочется отдать какие-то силы художника. Такую я ещё жду. Времени осталось не так много, но ещё есть время подождать. Да, он ждал этот сценарий и, наконец, дождался. Слушай, гроза! Первая в этом году! Ах, здорово! Здорово! Я открою окно! Гроза! Люблю грозу, но как? Не могу тебе объяснить, почему. Стихия, а? Ну ты посмотри! Стой так! Я тебя сфотографирую! Хорошо, ещё раз! Так. Как слона, а? Как слона! Ура! Далёшь, грозун! Ещё раз, подожди, не двигайся! Вот так, подожди, стой, размачивай руками! Правильно? Нет, ты что? Какая мощь! Ростислав Янович, бляд, изумительной интеллигентности, тонкости прошла вековости человека. Это последний из магикан, в смысле, ну вот как Дмитрий Сергеевич Лихачёв, да, как Сахаров. Вот для меня, Ростислав Янович, вот такой святости человек, человеческий. Что касается актёра Ростислав Яновича, я видел много спектаклей и фильмов с его участием. Он хороший артист был, очень хороший артист. Даже имя этому артисту помогало быть всеобщим любимцем. Редкое, старославянское имя «Ростислав» означает растущую славу. Цвет имени – серо-стальной. Планета – Венера. Счастливое время года для Ростислава – зима. А главные черты – эмоциональность и высокая интуиция. Таким эмоциональным, любопытным и поначалу даже назойливым оказался тесть из фильма «Послесловие». Эта кинороль стала последней в «Звёздной судьбе» Ростислава Плятта. Он больше не играл ни наивного весельчака, ни ироничного циника. В фильме он был растерянным стариком, вдруг обнаруживавшим, что мир, оказывается, сильно изменился. Причем не в лучшую сторону. Но он не желал верить в перемены и убеждал всех, что прекрасные рядом. Надо лишь остановиться на мгновение и прислушаться. У меня, так сказать, очень греет то обстоятельство, что все-таки мне удалось. Это его последняя роль в кино. И я каким-то образом так выполнил, то есть какой-то акт признательности по отношению к этому замечательному артисту и замечательному человеку. Я бывал у него дома, замечательным другом его, так сказать, женой Людмилой Семёновной общался. Мне очень неловко сейчас, у меня очень трудная полоса, и я так как-то замкнулся, в общем, почти не выхожу ни на какие связи. Я давно ей не звонил, чувствую себя очень виноватым. Я, пользуясь ситуацией, просто передаю ей низкий поклон и признание моей давней любви к этому дому. Ну, и я должен вам сказать, что мы так сочинили тоже прозвище ей. Она же ведь Маратова. Я не помню, я, по-моему, это придумал, это очень понравилось. Я её прозвал Робеспьеровна. И вот она, я спрашиваю, ну как там Робеспьеровна? Мы задерживаемся, Динашка, он что-то дома у него бывал, да. Мы встретились с Райславяновичем очень давно. Встретились мы с ним на дубляже. Тут какие-то непередаваемые вещи. Пробежала такая искра, которая потом всё время жила в нашей жизни. И хоть у нас, у обоих, были уже выстроены семьи. И была сложная жизнь. То эта искра не то столько, что ни она не затухала, а она разгоралась всё больше и больше, потому что мы всё-таки должны были встречаться. Мы встречались и на радио, и порой на телевидении. И в конце концов она вылилась в такой пожар, когда уже даже наши сложнейшие жизни нам пришлось поломать. И мы соединили наши судьбы. Ростислав Яныч всегда со мной. Он ушёл довольно давно, как вы знаете. Но у меня ощущение его присутствия вот в этой квартире, в этом доме. И живу я в этой ауре, которая сложилась при Ростиславе Яныче. Но всё равно ощущение, что он здесь. Что он здесь, что он сидит в кабинете. Что он вышел играть в спектакль, пошёл. Что бы ты сделал? Катя. Я говорю скорее. Я бы остался холостяком. Почему? А ты только посмотри на танцующих девушек, Люсь. А зачем? Нет, ты не на меня, ты вот туда посмотри. Ну, зачем? Ну, разве они такие? Ну, не на кого же взглянуть. Разве они такие, какой была когда-то ты? Я была симпатична. Я была. Была. Ты сейчас очень мила. Ты знаешь? Я мила, да. Когда мы сегодня с тобой гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жалко твоего этого, косого. Хоть он и банкир. Ты дурачок. Ты мой, ты знаешь, кто ты? На. Ты мой дорогой. Ты дорогая. Ты мой дорогой. Ты мой дорогой. Ты знаешь, надо уходить. Почему? Потому что Нелли сама приготовила обед и просила, чтобы мы не опаздывали. Скажи мне, пожалуйста, а сколько раз готовила им обеды ты? Они хоть однажды пришли к нам, Нелли? Они хоть однажды пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений. К черту! Нельзя. То есть мы к ним не идем? Нам с тобой хорошо вдвоем, и мы заработали, это никуда мы не пойдем. У меня мелькнула одна мысль. Ты сейчас кое-что услышишь. Что я услышу? Говори скорее. Так ты мне не мешаешь? Что? Что ты будешь делать? Куда ты звонишь? Вот ты. Так ты не мешай. Я не буду мешать. Куда ты звонишь? Хэллоу? Нелли? Не надо. Да, это я твой отец. Смотри, ты все еще узнаешь, мой голод. Ой, нехорошо, не надо. Да нет, ничего не случилось. Просто мы с мамой очень весело проводим время. Не надо, нехорошо. Как, где? В ресторане? Ой, Нелли, кошмар. Ты знаешь, я забыл про твой обед. Нет, а по-моему, ты слышал. Не хорошо, не надо. А это уже не важно, мы к тебе не придем, вот и все. Не придем. Ах, скажите, пожалуйста, кому-то вы нас никогда не надували. Не надо. А, много сил затратил на обед. Не надо. Особое жаркое, и ты без мамы не знаешь, что я с ним делаю. Не тревожь маму, я тебе дам сам чудный хозяйственный совет. Нелли, слушай меня внимательно. Возьми свое жаркое, поставь на поднос, пойди в сортир, простите. Ой, подними крышку от унитаза и вывезь. Я говорю, у вас настроение плохое, Ростислав Янович? Он говорит, знаете, у меня ужасное чувство, что у меня нет уверенности, что то, чему я искренне отдал всю мою жизнь, действительно стоило того, чтобы этому служить. Речь шла о том, что уже активно шла перестройка. Это была перестройка мозгов, перестройка нашего понимания жизни, перестройка всего вокруг, вообще. И вот тогда, может быть, впервые, первый и последний раз я видел, как печаль, скрытая в этом выдающемся комике, в этом носителе правды, который ясно и до конца будет проповедовать правду и говорить это с такой искренностью, что будет увлекать людей. Я вернусь, как только справлюсь со всеми теми новыми мыслями, которыми набили мою старую голову. Дори, спрошу тебя, пожалуйста, передай привет соседям и чего-то я еще не сделал. Да, я так и не поцеловал тебя после приезда. Прощай, дорогая. Желаю вам всем счастья. И да здравствует свобода! Проявилось то, что составляло его тайну, его печаль, его глубокое и спрятанное осознание происходящего вокруг. Вышло наружу, что он не пропускал ничего происходящего. Это казалось, что он шутник, это казалось, что он прежде всего артистическая натура, а он был артистическая натура. А прежде всего он был глубоко сочувствующий человеческим болям, страданиям человек и глубоко впитавший в себя человеческую беду артист. Снова войскам и народам, площадь красная полна. И шумит Левское море, за водой идет волна. Это айсберг, это сфинкс. Вот такой человек сфинкс. И плят это сфинкс. Это человек, которого мы очень мало чего знаем. Кусочек, верхушка айсберга, все остальное. Ему главное было, знаете, осознавать это самому, для себя. Я был, так сказать, родоначальником. Это стало вот его антиюбилеев. То есть это началось с него. Это началось именно с него. Потому что вот опять какая-то дата. Как он ненавидел все вот это вот с папками и вообще с высшестоящей организацией. Как его это... То есть, конечно, все понимал. И даже никак не мог это совместить с своей личной жизнью, что ли, себя подставить в этот же круг. Но вот это было... Сколько ему было? Может быть, в 60-м и было. Это было как-то... Наверное, в 70-м году, что ли. Здесь, в театре, значит, очередной юбилей праздновался он. И он сказал, я не хочу никаких папок, ничего. Не умоляю вас, только ничего. И мне в голову пришла такая, значит, смешная вещь. Будет поздравлять театральные хулиганы. Знаменитый, ухоженный и людями согрет, Ты остался хулиганом в пляцких, там, 70 лет. Или, как там добавлялось, в пляцких 80 лет, в пляцких 75 лет и так далее. Ты остался хулиганом и на старости. Кто не знает, плята, плята с Моссовета. Он в кино и в теле высший класс. Всеми почитаем, всеми узнаваем. Помни, сука, вышел ты из нас. Всеми узнаваем, всеми почитаем. Помни, сука, вышел ты из нас. Товарищ, товарищ, болят наши раны и некому искусству нас учить. А рядом уркаганы бесплатно ездят в Канны на фестивале пайку получить. А рядом? И так далее, и так далее, и так далее. Вот, потом зануда Славка, что ты задаешься? Ты стал народным, вышку получил. По мелочам в киосках продаешься. Стал важный фраер, нас всех позабыл. Та-та-та и рада, па-па-па. Все начинали петь и так далее, и так далее, и так далее. О популярности Раиса Федоровича даже говорить нечего. Вы знаете, это смешно и нелепо, но он порой не на машине в театр ездил, а выходил и шел по Бронной, по Большой Бронной, а потом поворачивал в переулок. И вот вся Бронная я не преувеличиваю. В это время останавливалась и смотрела ему вслед. Ну, буквально. И почему? Все здоровались, и он каждому отвечал. Особенно Росислав Янович любил песню нашу на стихи «Юнный морец», когда мы были молодые. Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, Перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое неукрадкой, Гордой гривой шелестеть, гордой славится повадкой, То это затевать, порваясь тем этим, Вечно повод подавать. Раздвалом жарких сплетен. Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли. Фонтаны били голубые, И розы красные росли, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли. Хорошо ходить конем, Власть держать над полным залом, Не дрожать над каждым днем. Вот уж этого навалом. Хорошо быть молодым просто лучше не бывает, Спирт, бессонница и дым Все идея инывает. Наши юные тела закаляет вступление, Вот и кончилось. Ля-ля, музыкальное вступление, Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли. Фонтаны били голубые, И розы красные росли, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли. Но пронзительный мотив Начинается. Внимание, спят друг друга, Обхватив молодые, Как в Нирване, И в невежестве своем. Молодые человеки не бум-бум О берегах, о серебряных лугах, Где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет на веки, Хорошо быть молодым, Просто лучше не бывает. Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли. Фонтаны били голубые, И розы красные росли, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную несли.